Всем привет! Меня зовут Вадим. И сегодня я хотел бы обсудить с вами тему JavaScript-позитивных приложений, а также разрушить миф о том, что все толстые клиенты — это медленно. Возникает резонный вопрос — откуда вообще взялась данная тема? Все дело в том, что она вытекает из моего предыдущего доклада, который я делал в прошлом году на frontend.conf. Там я рассказывал про эволюцию фронтенда и размышлял на тему того, как мы пришли от нативного JS к фреймворкам, как мы от фреймворка приходим к метафреймворкам. После этого в куларах завязался интересный разговор. Мы рассуждали на тему, что же в будущем будет превалировать на рынке — приложения с толстым клиентом или приложения с тонким клиентом. Для меня эта тема показалась очень интересной, и мой мозг автоматически подписался на данный топик. Позже я на фоне начал замечать всякие статьи, факты, видео, подкасты, и, конечно же, не мог пропустить новое видео на канале HolyJS — «Неизбежность тонкого клиента». У меня сработал триггер, и я начал осознанно собирать информацию по этому вопросу. После, перечитывая очередную статью на медиуме, я понял, что веду себя как такой детектив по крупицам, по частям, по фактам, собираю какие-то информации, наклеиваю их на доску, соединяю их красными ниточками, и, собственно, решил сделать из этого доклад — оформить его в детективном стиле. О чем же мы сегодня поговорим? Поговорим, в принципе, про то, что же такое толстый и тонкий клиент, и какие у них обязанности. Поговорим про стейт-менеджмент и архитектуру. Походим, так сказать, по минному полю. Далее мы наклеим наши факты, посмотрим на картину целиком, и попытаемся сделать какой-то вывод из этого. После этого обсудим бесконечное количество паттернов рендеринга, которые есть сейчас, и в конце испытаем ага-эффект, сделаем выводы нашего расследования. Но перед началом давайте я расскажу, почему именно я сегодня должен вам рассказать про толстые клиенты. Ну, в первую очередь, одной из своих профессиональных целей я считаю нанесение непоправимой пользы сообществу. Соответственно, я иногда пробую новые инструменты и рассказываю про это разными способами, в том числе выступая на конференциях и метапах. Соответственно, иногда после знакомства с инструментом может родиться какое-нибудь open-source решение либо статья о том, как я это пробовал. Например, серия статей и двухминутные заметки разработчика. Вы с ними можете ознакомиться на моем GitHub аккаунте и так далее. Также я недавно начал вести свой телеграм-канал, в котором собираю статьи от людей, которые также пытаются нанести пользу сообществу. Собираю подборки тематические из мира фронтенда, бэкэнда, менеджмента, искусственного интеллекта и так далее. Свежая подборка каждое воскресенье. Итак, что же не так с толстыми клиентами? Спикер в своем докладе очень много говорил про плюсы и минусы толстых клиентов. И среди плюсов он отмечает такие два наиболее значимых. Это быстрые отклики и разделение труда. Что, конечно же, правда. Но вот минусов он приводит гораздо больше. Среди которых плохой UX, большие бандлы, долгий TTI, потребление памяти. Ну, то есть толстые клиенты большие, неповоротливые, и мы в будущем перестанем их писать. Но здесь у меня возник такой логический диссонанс. Если это действительно так, то почему спустя более 10 лет мы все еще пишем толстые клиенты? Именно это стало решающей мыслью на создание этого доклада. В любой детективной истории должна присутствовать детективная доска, по центру которой написана главная загадка, и от которой в разные стороны расходят красные веревочки, ведущие к нашим уликам. Сделаем то же самое. Толстый клиент, значит, медленный? В первую очередь давайте разберемся с обязанностями толстых клиентов. Что это такое? По обилию ссылок понимаем, что перед нами вырезка из Википедии. Давайте зачитаем. Толстый клиент в архитектуре клиент-сервер — это приложение, обеспечивающее в противовес клиенту расширен функциональность, независимо от центрального сервера. Часто сервер в этом случае является лишь хранилищем данных, а вся работа по обработке и представлению данных переносится на машину клиента. В разрезе именно веб-разработки разработчики познакомились с паттерном толстый клиент именно с первой волной JS-фреймворков, то есть когда это было в 2010 году, AngularJS, Backbone, Emperi и так далее. И это на самом деле наша первая зацепка. Очевидно, что паттерн толстый клиент может быть реализован по-разному в разных фреймворках. Соответственно, что мы можем сделать? Мы могли бы попытаться обобщить все возможности наших фреймворков, нам известных, и составить такой фоторобот нашего толстого клиента. Но мы можем пройти от обратного, не пытаться классифицировать все возможности, а найти задачи, которые может решить любой фреймворк. Здесь я подумал, какие задачи я делаю каждый день и для которых мне нужно использовать фреймворк. Я нашел четыре таких задачи. Это написание кода, сборка, рендеринг и обновление состояния. Далее я немножко подумал, присмотрелся и понял, что написание кода и сборка — это больше про DX, а рендеринг и обновление состояния — это больше про UX. Как бы обе группы отвечают за такие слова, как перформанс, быстродействие и так далее, но конкретно с нашим вопросом больше коррелирует именно UX. Поэтому давайте отбросим DX и рассмотрим это в другой раз. Итак, UX. Нам удалось оптимизировать количество подозреваемых. Давайте поднимем архивы. Что в контексте веб-разработки означает? Нам нужно выяснить, как выглядел рендеринг KeyState раньше, как они выглядят сейчас, что с ними происходит и чего нам ждать в будущем. Как я уже сказал, с момента первой волны JS-фреймворков прошло уже больше 10 лет. Разработчики, которые делают эти инструменты, следят за обратной связью, соответственно, чтобы пользователи были довольны этими инструментами. То есть у каждого инструмента должна быть своя родмапа, по которой он движется. И, имея точку в прошлом, имея точку в настоящем, мы можем через нее провести прямую, попытаться определить место, где инструмент окажется в будущем. То, что нам нужно. Начнем со стейта. Давайте сразу будем иметь под стейтом именно UI-стейт, то есть те данные, которые мы получили и использовали для отображения. Раньше первые JS-приложения с толстым клиентом использовали архитектуры, которые уже включали в себя вопрос управления состоянием. Тогда очень популярны были семейства архитектур MVU-Whatever и, в частности, MVU-VM. Как происходило обновление состояния? Пользователь инициировал какое-то взаимодействие с Vue-слоем. Vue-слой делегировал это контроллеру или, например, Vue-модел. Vue-модел это передавало модели, модель синхронизировалась с бэкэндом, и все это в обратном направлении передавалось пользователю. Пользователь видел обновленный Vue-слой. Как мы можем заметить, Vue-модел в этой схеме находится по центру и работает на вход и на выход, что, собственно, позволяет нам удобно реализовывать двухстороннее связывание, что, собственно, и было сделано в первой версии Angular, допустим. Помимо двухстороннего связывания, Angular также предлагал роутинг, HTTP клиент, dependency injection и много еще чего. И, соответственно, в нежадном виде он весил больше 1 мегабайта, что было критично для слабых устройств того времени. А печально известный цикл Digest просто доедал остатки батареи, поскольку для того, чтобы обновить Vue-слой, ему нужно было в лоб пробежать по всем переменным, сравнить их значения и, соответственно, перезаписать его. И у Angular был такой прикол, что сам Digest мог накосячить во время обновления состояния, поэтому ему нужно было как минимум дважды пробегаться по всем переменным и, соответственно, доводить до конечного значения переменные. Все изменилось с приходом React. React предложил две коренные оптимизации. React предложил не дергать реальный дом на каждый чих, а дожидаться всех изменений в виртуальной копии и только после этого обновлять реальный дом. Также React выбросил из своего пакета все лишнее. Теперь он оставил внутри только Vue-слой. Это позволило применять React поток данных в одну сторону. И на самом деле это освободило полет мысли разработчикам. Теперь в такой схеме к Vue-слой можно было относиться как к сайд-эффектам. Соответственно, вместо звездочки мог стоять любой стейд-менеджер, который использовал Vue-слой как сайд-эффект. И, соответственно, все новые фрейморки, которые проявлялись после React, так или иначе копировали новую модель. То есть у нас было какое-то представление и то, что его обновляют как по сайд-эффекту. Окей, добавляем наши улики на доску. Видим, что мы отказались от двустороннего связывания в пользу потока данных в одну сторону. Идем дальше. Помимо виртуального дома, потока данных в одну сторону, React также предложил использовать компоненты. И поскольку компоненты — это не всегда представление, их очень удобно было располагать в древовидной структуре. Поскольку у нас был поток данных в одну сторону, было логично предположить, что это поток данных сверху вниз. То есть у нас где-то сверху есть стрит, который стекается по ветвям нашего дерева. Это привело к новому ряду проблем. Всем известные болячки React. Это проб-дриллинг и лишние рендеры. Сами разработчики React, понимая всю проблему, не в силах были сильно на нее повлиять. Они, конечно, выкатили контекст API, который закрывает проблему проб-дриллинга, думают над тем, чтобы добавить селекторы к контексту, чтобы можно было убрать лишние рендеры. Даже в разработке свой компилятор, который обворачивает весь ваш код в юз-мема или что-то подобное. Но со временем мы выяснили, что контекст не масштабируется на больших приложениях. И со временем превращается во все тот же редакс, у которого на вершине скапливается большой кусок стейта, поскольку со временем нам нужно туда переносить общие части нашего приложения. Кажется, мы зашли в тупик. И если мы не видим выхода, нужно искать вход. Все ли окей с потоком данных в одну сторону? А туда ли вообще направлен поток? И, глядя на этот слайд, мы, кажется, что интуитивно пришли к ответу на этот вопрос. Я говорю про поток в одну сторону, но снизу вверх. Я уверен, что многие из вас уже писали код в таком стиле, использовали данный подход, но, возможно, под другим названием. Давайте освежим память на примере. Поговорим про формы. Кому, как не фронтендерам, на конференции рассказывать про формы. Допустим, у вас есть задача сделать компонент формы, который вы будете переиспользовать на разных проектах. Следуя логии потока данных в одну сторону, было бы логично сделать что-то следующее. У нас есть компонент, мы объявляем какой-то филд и передаем в этот компонент массив таких филдов. Потом пробегаемся по ним и рисуем, соответственно, инпут на каждый такой филд. Без проблем все окей. Даже, кстати, вместо филд можно использовать слово конфиг, как бы смысл от этого не меняется. Мы конфигурируем наш компонент сверху. После этого нас просят немножко доработать наш компонент, добавить поддержку числовых инпутов. Вы говорите, без проблем, и делайте что-то вроде этого. Вам даже не пришлось добавлять условия, поскольку под капотом инпут и так поддержит атрибут type, и все заработает как нужно. Дальше вас просят доработать еще раз компонент, добавить поддержку селектов. Тут уже без условий не обойтись. Вам нужно проверить, что у филда присутствуют options, и нарисовать правильный контрол. Либо select, либо input. Код начинает пахнуть. Все дело в том, что мы попадаем в ловушку существующего кода. Вместо того, чтобы переписывать компонент, мы его рефакторим раз за разом. Иногда мы даже можем сломать обратную совместимость, что в принципе эквивалентно переписыванию, но без явного улучшения, поскольку структура остается та же самая. Интерфейс тоже самый. Позже этого мы добавляем валидаторы, коллбеки, дополнительные пропсы. И все это мы объясняем тем, что мы хотим дать больше контроля нашим потребителям, потребителям нашего компонента. Но вместо этого мы этот контроль забираем, поскольку никогда не будет такого случая, когда конечный потребитель будет на 100% доволен вашим компонентом. Ему нужен будет всегда дополнительный пропс, который решит его конкретную проблему в его частном кейсе. А если вы этого делать не будете, он просто форкнет вашу работу и сделает, как ему нужно. После этого мы идем на конференции, слушаем доклады про микрофронтенды, а сами пишем монолитные компоненты, которые тяжело поддерживать. Окей, что же предлагает подход снизу вверх? На самом деле ничего нового. Предлагает использовать композицию над конфигурацией и инверсию контроля. Как это работает? Вместо большого монолитного компонента мы используем микрокомпоненты, которые точечно принимают данные, только те, которые им необходимы для отрисовки. Input получает свой value, получает свой type и так далее. А select получает свои options, то есть в том месте, где он будет их использовать. Также в чем суть инверсии контроля? Form теперь у нас не компонент. Это у нас контейнер, который принимает массив компонентов, которые реализуют интерфейс field. Соответственно, мы можем расширить field до input'а, либо до select'а. И то же самое можем, например, сделать с компонентами, которые мы кидаем в input. То есть это могут быть массив валидаторов, которые можем расширить до required, либо до max. Возникает вопрос, какой вообще в этом смысл, если мы сверху все равно должны сделать обертку, в которой все эти точечные данные опять положим в большой кусок стейта и будем пробрасывать в эту обертку. Именно с этим вопросом появляется новая волна стейт-менеджеров, которая предлагает другой подход. Я говорю про PreacSignals, Solid, Jotai, NanoStores и так далее. Вместо, опять же, большого монолитного стейта мы используем микростейт, который хранится в атомах и сигналах. Причем эти атомы и сигналы точно подписываются на наши микрокомпоненты и позволяют обновляться им только тогда, когда это действительно необходимо. Так же точно, то есть в пулл-режиме. Также мы можем использовать графы зависимости, чтобы строить, точнее, деривативы, чтобы строить графы зависимости для удовлетворения компонентов побольше. Компьютер, который юзер, будет изменяться каждый раз, когда изменяется один из атомов, входящих в него. Но, соответственно, ни другой атом, никакой из других атомов изменяться не будет. То есть мы, по сути, строим такое же дерево, только используем его для состояния, отдельно от дерева компонентов, и строим его в обратном направлении, от ветвей к сторону корня. Давайте подробнее рассмотрим один из кандидатов, чтобы лучше понимать эту концепцию. Я говорю про Solid. Solid — это такой State Manager, Slash Framework, герой последних двух State of JS. И, конечно же, чтобы лучше понимать, как работает Solid, конечно же, существует огромное количество воркшопов от самого создателя, Райана Корнеата. Но пару примеров можно и здесь рассмотреть. Solid построен поверх реактивных примитивов. В данном примере мы создаем три сигнала и один эффект, который срабатывает, когда изменяется один из двух первых сигналов, чтобы обновить третий. Поскольку сигналы работают в пулл-режиме, мы можете заметить, что мы обращаемся к сигналам через нотацию функции. То есть Райан выбрал такой синтези, чтобы читать текущее значение у сигнала. То есть как в пулл-режиме мы тянем текущее значение, чтобы увидеть его. И это нам дает новые возможности. Как вы можете заметить, при создании эффекта мы не передаем в него список зависимостей о том, что мы хотим вот эти значения трекать, чтобы потом что-то сделать, когда они изменятся. Как это работает? Мы замыкаемся на глобальный контекст. Опять же, в своих воркшопах Райан это буквально на пальцах рожевывает. Сейчас пройдемся по его следам. В функции создания эффекта мы используем промежуточную функцию execute. Мы ее создаем и сразу же кладем в глобальный контекст. После этого вызываем. Как вы помните, внутри этой функции мы используем сигналы, которые мы вызываем как функции. Соответственно, при вызове функции мы можем обратиться к этому глобальному контексту и достать функцию execute, которую мы только что тогда положили. Мы ее сохраняем у себя в списке сабскрайберов и запоминаем эффекты, которые на нас завязаны. Соответственно, в следующий раз, когда мы захотим записать новое значение в сигнал, мы уже знаем все эффекты, которые от нас зависят. Мы просто пробегаемся по этому списку и вызываем эти эффекты. То есть довольно простая логика для создания такой реактивности. Окей, добавляем новые улики. Узнали про Solid, узнали про поток данных снизу вверх, про пулы режим. Появляются мысли, но давайте опросим нашего другого заключенного. Рендеринг. Если мы говорили про стейт и сравнивали его с вхождением по минному полю, то про рендеринг можно сказать, что это болото. В том плане, что можно просто уйти с головой в это количество паттернов рендеринга и не всплыть. Те, кто проходил State of JS серверы 2022, могли заметить, что им предлагается выбрать из 12 вариантов уже популярных на данный момент времени паттернов рендеринга. Мы, конечно же, все их не будем рассматривать. Рассмотрим 4 базовых, на которых строится все остальное. Начнем с первого. Клиентский рендеринг. Самый, наверное, известный разработчикам способ рендеринга, когда браузер загружает и код приложения, и код фреймворка, и уже сам решает, в какой момент, в какую часть приложения показать. Довольно гибкий подход для создания интерактивных приложений. Но, как оказалось позже, это не самый удачный подход, поскольку между моментом, когда мы получаем наш HTML-файл с ссылками на скрипты, и момент, когда мы эти скрипты загружаем, он начал увеличиваться. Соответственно, время, которое пользователь видит белый экран, тоже стало увеличиваться, потому что мы начали писать больше кода, начали писать фреймворки для фреймворков, ну и, соответственно, получаем, что имеем. Разрывочки задумались, что можно сделать, чтобы это исправить. Что, если мы будем отдавать не пустую вещь ему страничку, а сразу же готовый контент? Как это сделать? Так появился SSR, сервина рендеринг. При первом запросе мы получаем какую-то информацию от клиента, рендерим наш контент и отдаем пользователю. Пользователь уже видит контент, он может с ним взаимодействовать, читать, копировать и прочие штуки, которые доступны в этом режиме. После этого происходит то же самое, на самом деле. Мы находим все ссылки на скрипты, начинаем их загружать, рендерим опять приложение, но только теперь это называется ридротация, то есть возвращение интерактивности, и после этого больше уже получает готовое полноценное интерактивное приложение. Стоит заметить, что SSR не делает наше приложение быстрее. Он позволяет оптимизировать субъективное ощущение от работы с нашим приложением. То есть мы видим контент раньше, и, соответственно, кажется, что оно работает быстрее. Но решая одну проблему, мы всегда вносим другие проблемы. О чем я говорю? Все шаги в сервиновом рендеринге, это рендеринг сам, загрузка скриптов, их парсинг, гидротация, они все выполняются последовательно, их нельзя запараллелить. Рендеринг не может начаться, пока мы не соберем все данные с бэкэнда, с API и так далее. Гидротация не может начаться, пока мы не загрузим весь код фреймворка и код приложения, поскольку нам физически нужно знать, что и куда мы хотим положить в этот момент. Приложение не может быть интерактивным, пока не закончится гидротация, поскольку для того, чтобы узнать, в какое место нам положить наш event listener, нам нужно построить весь дом нашего приложения и по пути этого дерева определить, где оно должно располагаться. Соответственно, это большой синхронный таз, который не позволяет нашим приложениям быть интерактивными. Возникает вопрос, если мы делаем по сути то же самое, что и с клиентским рендерингом, но делаем это еще два раза, то какой в этом смысл, опять же? То есть какая-то двойная работа без явного преимущества. Здесь мы переходим к нашему третьему способу, который на самом деле имеет множество имен в зависимости от конкретной реализации в конкретном фреймворке. Это может быть и частичная гидротация, выборочная гидротация, изолированные острова, suspense и еще разные имена. В чем суть? Суть в том, что мы опять разбиваем монолитный процесс на процессы поменьше. Наше приложение бьется на несколько частей, слэш-островов, и каждая такая часть регидрируется отдельно. Соответственно, как только сервер начинает рендерить отдельный остров и начинает его стримить в браузер, браузер, получив весь необходимый код для острова и в код для регидрации, тут же проводит эту регидрацию. Остров становится интерактивным. Мы опять же не делаем наше приложение быстрее, но за счет того, что каждая часть выполняется быстрее, кажется, что и приложение работает быстрее. Оно становится интерактивным, мы получаем контент, и все это выглядит как очень быстрый процесс. Опять же, в этой архитектуре островов очень правильно и нужно заботиться о переиспользовании, поскольку заботится про кодсплитинг, про выделение чанков и так далее, поскольку если мы загрузили, например, компонент кнопки для одного острова, для сайтбара, очень не хочется еще раз его загружать для острова, для хедера, допустим, поскольку зачем то же самое делать пять-два раза. И с этим вопросом мы переходим к нашему последнему способу, это резюмобилити и резюмобил фреймворки. Например, Quick — одно из популярных решений, одно из популярных решений, которое доступно сейчас. Как вы понимаете, резюмобилити от слова резюм. Как только сервер рендерит наше приложение на сервере и отправляет его в браузер, браузеру больше делать ничего не нужно. Он просто нажимает резюм и работает, как ничем не бывало, без лишних этапов, без гидротации. Как такая магия работает? Разработчики Quick написали свой компилятор, слэш-парсер, который находит ключевые слова в коде, помеченный знаком доллара, и выносит их в разные функции, точнее, выносит их в разные файлы, в разные чанки. Разработчики называют их символами, и в конкретном нашем коде мы видим, что у нас есть символ компонента и символ для клик-хендлера. Соответственно, после компиляции мы получаем следующую разметку. Поскольку пи-элемент нам явно нужен для отображения, поскольку он сразу же виден на экране, он сразу же присутствует в финальной разметке. Но вот клик-хендер нам сразу же не нужен. Мы не кликаем в тот же момент, как только получили разметку. Поэтому вместо клик-хендера мы видим атрибут он клик и длинную строку, которая состоит из имени файла, решетки и имени функции в этом файле. Соответственно, когда мы захотим нажать на наш пи-элемент, мы знаем, где лежит обработчик этого события, мы загружаем этот обработчик, вешаем его в качестве, соответственно, лисенера, и все работает в штатном режиме. Как это работает? Помимо самой разметки, в браузер также уходит функция фиксированного размера, которая называется Quick Loader. Как только она попадает в браузер, она вешает обработчик событий на рутовые элементы нашего приложения и слушает список событий, которые мы использовали в нашем приложении. В нашем случае мы используем только клик событий, поэтому будем слушать только клик. Далее, когда событие происходит, мы у него можем вычленить таргет, по таргету мы можем найти атрибут onClick, найти, где лежит этот обработчик и догрузить этот модуль. Как вы понимаете, этот подход отличается от подхода с гидротацией. При гидротации нам физически нужно загрузить код приложения, код фреймворка в браузер, чтобы мы имели возможность понимать, что мы и куда вешаем, что мы и куда кладем, чтобы приложение стало интерактивным, соответственно. При гидротации мобилити такого не происходит. Как только мы получаем HTML-страничку, приложение готово к работе, оно сразу же интерактивное. Потому что все состояние фреймворка и все состояние приложения сериализовано в этой разметке. Quickloader функция может его десерилизовать, найти отсутствующие модули, догрузить их и, соответственно, получим такое же приложение, как и если мы его целиком загружали в браузер. Соответственно, любое приложение, которое мы пишем на Quick, будет иметь примерно один и тот же размер. Это размер Quickloader функции. Далее, со временем взаимодействия с пользователем, эта функция догрузит необходимые модули, но сделает это на фоне, незаметно для самого пользователя. Окей. Добавляем наши финальные улики на нашу доску. Что мы здесь видим? Мы видим, что мы прошли путь от CSR к SSR к гидротации, потом получилась ленивая гидротация, острова, начали все это делить на чанки, в итоге пришли к кризисмобилити, к лази-лодингу, стимул сериализейшн и так далее. Появились какие-то мысли, возможно, паттерны, что мы здесь можем увидеть. Давайте на доску с стейтом еще посмотрим. У нас был двусторонний связанный, потом поток данных в одну сторону, потом его развернули и не понравилось нам, начали использовать пул-режим. Лично я обнаружил, что все потоки разработчиков направлены в одну сторону. Толстый клиент может быть быстрым, и это не проблема, если он будет ленивым. Смотрите. Мы отказались от обновления состояния через грязные проверки и пришли к настоящей реактивности, которая работает в пул-режиме, то есть в ленивом режиме на самом деле. Тот же самый путь мы сделали и в рендеринге. Мы отказались от рендеринга в лоб, потом отказались от оптимизации субъективных ощущений и пришли к настоящим ленивым вычислениям на фронтенде, просто загружаем на фоне. То есть мы можем загнать весь толстый клиент в браузер, но сделать это быстро и по частям, как если бы мы играли в какую-нибудь компьютерную игру и исследовали туман войны. Какие же мы можем сделать выводы из всего этого? Самое первое, что хочется подчеркнуть, не стоит рассматривать этот доклад как рейтинг фреймворков, решений. То есть что-то лучше, это лучше, это хуже, я беру это и так далее. Доклад про проблемы. Доклад про то, какие существуют проблемы у разработчиков и то, как они пытаются их решить, что они придумывают и как нам потом с этим жить. Несмотря на то, что фронтенд имеет большое количество инструментов, технологий, это все еще молодая отрасль, и разработчики все еще нестабильны в своих выборах. Поэтому, хочется нам этого или нет, руку на пульсе нужно каждый день держать. Из тех фактов, что у нас есть сейчас, складывается впечатление, что инструменты в будущем и правда будут очень быстрыми, и они все еще будут позволять писать толстые клиенты. Поэтому этого бояться не нужно. Я предлагаю вернуться вам с конференции, открыть Playground, Solid или Quick, написать какое-нибудь простенькое приложение, посмотреть, как новый инструмент обработает ваш код. Причем вам это легко удастся, поскольку и Solid, и Quick — React-френдли инструменты. То есть если вы знаете React, вы знаете и эти инструменты. Попробуйте, не знаю, обновить ваше NextGIS-приложение до 13-й версии. Попробуйте серверные компоненты React, что по сути то же самое, что пытается решить Quick. Как распарсить ваш код правильно, чтобы в браузере не улетело ничего лишнего. Найдите монолитные компоненты в вашем проекте, приложении. Попробуйте узнать, почему они до сих пор существуют. Попробуйте подход снизу вверх. Не знаю, спросите, почему у вас до сих пор есть React, о редакции на проекте. Причем, если это не сделать, ничего страшного не произойдет, поскольку если оно работает, то в этом и был смысл. Но если вы это сделаете, то вы станете лучше понимать, как работает ваш код и как работают ваши инструменты. А когда вы понимаете, как работают ваши инструменты, уходит мистификация, что что-то хорошо, а что-то плохо. И когда уходит мистификация, появляется место для новых мыслей и новых идей. Проверяется мысль, что если проблема не в толстом, не в тонком клиенте, то фокус должен быть смещен на что-то третье, на сеть. Поскольку если мы будем очень часто ходить за данными, очень часто загружать какие-то чанки, то это явно эффектит сеть. И если разработчикам удастся решить эту проблему быстродействия сети, не ждет ли нас новый виток эволюции вообще в принципе фронт-энда, те, кто продает нам и толстые, и тонкие клиенты, просто могут поселиться в наших телефонах. Я говорю про компании, чьи мы им предложили, мы пользуемся каждый день. Но, скорее всего, это уже совершенно другая история и годится для нового расследования. В конце приведу вам список своих информаторов, с которыми вы можете провести собственное расследование и, возможно, показать мне, где я ошибся в своих суждениях. На этом у меня все. Подписывайтесь на соцсети, оставляйте обратную связь. Всем спасибо. Да, классно. Спасибо тебе большое. Много вопросиков у нас есть. Давай начнем с первого самого животрепещущего. Да, что лучше выбрать, если начинаешь новый проект? React или вот в Angular? Опять же, к выводам, которые я сделал, это доклад не про то, что лучше выбрать. Но если спрашивать конкретно меня, то это зависит от требований к проекту, что мы хотим сделать. И потом вот это уже можно выбирать инструмент, которым мы будем это делать. Хорошо. А какими метриками, вот ты говоришь, выбирать? Потом оценивать. Какими метриками нужно покрыть, собственно, наше приложение, и тонкое, и толстое, чтобы оценить переход? Стоило оно того или не стоило? Ну, мне кажется… В одну или в другую сторону, да? Мне кажется, это те стандартные WebVitals, которые, например, Chrome показывает нам, то есть там все эти метрики first byte, first render byte, и там время, когда мы можем взаимодействовать с нашим приложением и так далее, время, которое мы блочим наш поток, пока мы меняем состояние и так далее, то есть все эти метрики, они известны, можно на них ориентироваться. Угу. Окей. А вот не совсем понятно было, даже некоторая запутанность возникла, SSSR, простите, что-то разогналась. В общем, я думаю, что ты понял, о чем я. Вот он был рассказан в копилку толстых или тонких клиентов. Он имеет гибридный формат, на самом деле, поскольку мы первый рендер рендерим на сервис, соответственно, контент отдаем, но после этого нам нужно сделать то, что мы делаем с толстым клиентом. Мы, по сути, делаем второй рендер для того, чтобы определить, где какие ивенты, и они у нас должны висеть. Соответственно, по сути, это тоже самый клиентский рендеринг, только без вот этого первого шага с показом контента. То есть это клиентский рендеринг, только плюс серийный рендеринг. Вот. Поэтому в таком смысле это скорее толстый клиент. Да, это толстый клиент, по сути. Хорошо. А как быть, если у пользователя лагает интернет при резюмабилити? Если какие-то палки в колеса, и все заткнется. Это самый частый вопрос, наверное, который возникает тем, кто говорит про квик, поскольку у фреймворка есть свои ограничения. Если ты заезжаешь в туннель, ты не можешь пользоваться приложением, поскольку оно не загрузится. Разработчики пытаются это решить тем, что они предугадывают твое взаимодействие и на фоне пытаются какие-то чанки загрузить, чтобы такого не происходило. Но есть свои ограничения, поэтому их нужно иметь в виду. Расширяем предыдущий вопрос. И как вообще, в принципе, обстоят дела с оффлайном в случае тонкого и толстого клиента? Я бы, наверное, передавал этот вопрос Никите Дубко. Вот у него недавно был доклад про ПВА. Я думаю, там будет очень подробно и много информации. Хорошо. Выгрутился. Сейчас мы передадим слово Никите и напомним ему про это. А что насчет поддерживаемости кодовой базы? Где более критично то, насколько поддерживаемый у тебя код? В толстом клиенте или в тонком? Ведь в толстом клиенте кода больше, его уже нужно аккуратнее как-то поддерживать, структурировать. Какие-то там прешейкинги вот эти все и так далее. Ну здесь, наверное, можно опять отослаться к началу доклада, когда я говорил про плюсы, точнее спикер, который говорил про плюсы толстых клиентов. То есть это, в первую очередь, разделение труда. Соответственно, если мы выделили команду, которая занимается фронтендом, и она пишет толстые клиенты, значит, у них должно быть понимание того, что они делают. Не, ну ты оцени. Это означает, что условно CTO стартапа при принятии такого решения нужно рассчитывать на то, что ему придется нанимать более высокограйдовых людей? Или же норм? Понятно, что да. Если мы хотим, чтобы код был наш оптимизирован и перформировал хорошо, нужно об этом заботиться. Если мы хотим, значит, надо нанимать людей, которые это могут сделать. Соответственно, да, это нужно иметь в виду. То есть это как бы сложнее? Ну да, конечно. И к другому можно развернуть, что если вы хотите совершенствоваться, если вы думаете, что у вас как-то в работе стеклянный потолок и нету сложных задач, то посмотрите на то, чтобы начать писать в таком стиле, и сразу задачи сложные появятся. Нет сложных задач, придумайте себе их сами. Все, как мы любим. Это тоже работает, да. А вот как думаешь, ПВА с Квиком без интернетов бесполезен? Можно еще раз? ПВА с Квиком без интернета, он вообще бесполезен полностью? Или все-таки можно как-то? Ну, не знаю. Надо пробовать. Я такой не писал еще. Вот тебе идея для задачи. Ну да, да. Если будет скучно жить. Ну и вообще, опять же, к вопросу про ту же самую рези-мобилити или какую-то такую асинхронность. Допустим, мы что-то там спрятали за клик лениво, и человек нажал, и оно там пошло грузиться-грузиться. Вдобавок еще и с интернетом проблемы вот те самые. Вообще, оно стоит того, точно ли вот этот вот буст в первоначальной отзывчивости из-за ленивости, он оправдывается и окупается тем, что будущая отзывчивость может быть хуже. Да, вот в этом есть трейд-офф. В том, что мы можем чуть-чуть дольше подождать в начале и потом нормально себя чувствовать, работать с нашим приложением. Либо мы очень быстро получим первоначальный контент, и потом как-то могут возникнуть проблемы. Здесь как бы нет однозначного ответа, как бы нет трейд-офф. И, возможно, разработчики Quick отсылают нас к тому факту, что пользователи компании приносят меньше денег, если они долго ждут первую загрузку. То есть, когда мы, например, открываем интернет-магазин, мы хотим быстро увидеть и сразу начать что-то делать с ним. Наверное, вот они к этому отсылают и пытаются вот этот кейс оптимизировать. Ну, я бы еще добавил, что можно использовать какие-то чуть более продвинутые техники и, например, делать дозагрузку ленивую не в момент клика, а, например, в момент ховера или в момент, когда у нас курсор двигается по направлению к какому-то ключевому элементу или что-нибудь еще в таком духе. Хорошо. Прикольно, да, ведь действительно можно триггеры на разные элементы раскидать. А вот если заглянуть в будущее, однозначности у нас требует зал. Если в будущее заглянем, то за каким клиентом будет? На кого ставить свой последний доллар? Да. На тонкого или на толстого? Я, вот опять же, вывод. Между ними нет разницы, и, соответственно, фокус где-то в другом месте нужно искать. Поэтому сказать, зачем будущее, сложно сейчас. Давай еще пару вопросов про будущее. Пора отказываться от React? Не знаю. Ну, типа, если не нравится, откажитесь. А от Redux? Инструмент существует для решения задачи. Если Redux вам решает задачу, ну, почему бы нет? Я же не могу говорить, что это плохо. А вот как думаешь, Quick, он уже production ready или еще так? Да, они зарелизились, вышли в production-сборку 2 мая, насколько я помню, и там уже активно идет внедрение каких-то кейсов, типа, как они вроде устраивают, чтобы набрать какое-то количество решений, чтобы можно было это показывать. И, кстати, у Quick.ai есть интересная схема, как они это делают. Они понимают, что большинство рынка у React, и как вот заставить людей приходить на Quick. Они, соответственно, написали свою либу Quickify, которую ты можешь обернуть в какое-то React-приложение, и оно будет у тебя как остров работать. Соответственно, у тебя есть текущий React-приложение, ты к нему присобачиваешь Quick, и постепенно просто из этого острова вытаскиваешь в свой Quick-приложение все эти компоненты. И, по сути, ты просто переезжаешь безболезненно, без, ну, как они обещают. Ну да, если бы все так еще было просто, что у тебя есть остров, потому что часто же там не остров, а вот так вот. И у тебя внутри острова есть деревья, которые на самом деле те, а еще на деревьях кокосы, которые наоборот другие. И вот это вот, да, сложновато. От меня вопрос. Я тут недавно познакомился с Райаном и обсуждали про сигналы. Как ты думаешь, вообще сигналы стоят того, чтобы их затащить куда-то глубже в ядерное джаваскриптовое API, по типу, как мы сделали с промисами? Или же это останется как бы фреймворк, левел, просто какой-то паттерн? Мне кажется, это все-таки останется как паттерн, потому что модель, та же модель, которая предлагает React, типа рендерить всегда все. То есть мы что-то получили, новые данные, отрендерить все. Она более интуитивно понятна, и, соответственно, ее легче адаптировать в работе. Ну так можно было сказать и про калбеки. Калбеки более интуитивно понятны, чем промисы. Тем не менее, промисы мы затащили в ядро. Почему сигналы не затащить? Ну и, кстати, очень много, когда проводишь собеседование и спрашиваешь про промисы, очень много людей до конца не понимают, что это такое. Вот, поэтому тут рубит тоже. Видимо, тут лучший отряд типа «потому что». Потому что, да. Потому что. Хорошо. Ну посмотрим, как будет жизнь обстоять. Про ПВА еще вопрос. Вообще это еще все в моде или как? Или уже не модно? Ну, мне кажется, в моде очень много докладов, очень много на слуху эти темы. Поэтому, да, мне кажется, актуально все еще. Все еще актуально. Да. Так что, да, если вы спросите нас про будущее, учите все, подбирайте инструмент под задачи. Просто, да, держите руку на пульсе, вы почувствуете, когда нужно будет сделать правильное движение куда-то. Отлично. Аплодисменты тебе. Спасибо. Большое спасибо за, как это, предвидение будущего. Мы, собственно, передаем слово в нашу ереванскую студию. И ребята представят наш сегодня завершающий именно доклад.